Воскресенье! Мы пили часть сварения, мы слушали радио. Как всегда, в это время радиослушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей, родственников, начальников, ну и с днём рождения, свадьбы или ещё с чем-нибудь знаменательным. Рассказывали, какие они расчетесные, и просили для этих прекрасных людей исполнить хорошие песни. — Ещё один звонок! — бегущий проспасил диктор. — Алло, мы слушаем вас. Голову лицу поздравлять? Это говорит Владислав Николаевич Гусин. Хочу поздравить Владимира Петровича Ручкина, ученика шестого В-класса. Он получил пятёрку по математике, первую в этой четверти, да и вообще первую. Передайте для него лучшую песню. — Замечательное поздравление! — восхитился диктор. — Мы присоединяемся к этим тёмным словам и желаем уважаемому Владимиру Петровичу, чтобы его пятёрка не была последней в его жизни. — А сейчас дважды два-четыре! — Заиграла музыка, а я чуча и не поперкнулся. — Шуткой в честь меня песню пою! — Петючка — это я! Да ещё и Владимир! Да ещё и Петрович! Всё сходится! — Ну да, всё. Всё храню пятёрки. Никакой пятёрки я не получал никогда. — А в дневникёвом я красовалась, если я мог хотел наложить. — Вовка! Ты же не пятёрку получил! — Выскочила из-за стола мамы, и восемь меня снимает славачь. Я так мечтала об этом. А Владимир-то настоящий друг. Как за тебя радуется. Фитерчик-то надо праздновать. Я спила что-нибудь вкусненькое. Мама тут же завесила тесто. Начала любить пирожки весело. Открывая дважды на четыре, дважды на четыре. Я хотел крикнуть, что Владимир вдруг, как гад, все врет. Никакой пятерки не было. Язык совершенно не поворачился. Как я и старался. Уж очень мама обрадовалась. Никогда не думал, что маленькая радость надействовала мой язык. Молодец, сынок! Замахал газеты папа. Папа, жри белерочку. А у нас маньяки собрали? Собрал я. Ну, может завтра. Ну, может и завтра. Ну, ладно. Когда нас дадут, тогда и полюбуемся. И пойдем в цирк. А сейчас разберутся вороженым для всех нас. Папа молчался, как в выходе. А я кинулся в комнату в телефон. Вдруг гуснял Владик. Привет! Райо слышал? Ты что, совсем о чем ел? Зажипел я. Родители тут голову не задают. Дурак вы что-то потеряли. А у меня и осталось. Где ипотеку возьмут? Как это нет? Завтра в школе. Приходи ко мне прямо сейчас стройки делать. Ведь с ребят зубами я отправилась в клавишку. А что мне еще оставалось? В общем, целых два часа мы решали примеры, задачи. И все это место по его любому матрии для арбуза надоеду. Кошмар. Ну, Владик. Погоди. На следующий день уроки математики Алектина Васильевна Типсина. Кто хочет забрать домашнее задание в доске? Владик, кто меня в бок? Я, в нежности, ходил и ходил и ходил. Первый – на жизнь. У ручки удивилась Алектина Васильевна. Ну что ж, если просим. Потом случилось чудо. Я все решил и разобрал правильно. И в моем любвике залила гордая пятерка. Честное слово. Я даже не представлял, что получать пятерку так приятно. Кто не верит мне, что попробовал? Воскресенье. Мы имели чай саренья. Мы слушали передачу «Звонить вам с пылью». Потронпель. А теперь, надо салонтить Матькиным голосом. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика шестого б класса. Он получил пятерку по русскому языку. Передайте на него лучшую песню. Чего? Только русского языка бы мне еще не хватало. Я сначала на детство посмотрел на маму. И ее уши не расслышала. У нее глаза сияли. Какая же ты у меня умница. Сейчас я полупаюсь и стыкнула на маму. Поехали.